Добрый вечер. Худоба как синоним красоты, привлекательности и успешности. Такое мнение разделяют миллионы. Женщин в этих миллионах несравненно большие. Иногда желание похудеть приводит к трагедии. Имя у этой трагедии – анорексия. И сегодня гостья нашей студии – Наталья Буланова, которая борется с недугом по имени анорексия. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, так контурно историю своей болезни, историю своего страдания. Ну, я болею на самом деле уже 5 лет, но сейчас уже, надеюсь, все хорошо. Началось все, когда я поступила в институт. Неосторожное слово подружки. И также трагическая любовь, можно так сказать, привели к тому, что я начала искать какие-то комплексы в себе. И я подумаю, что если я похудею, все будет замечательно. А сколько вам лет было тогда? Ну, 17-18. Вот с этих времен я и начала худеть. А сколько было килограмм до болезни? 45. А рост у вас? Метр 57. То есть нормальная девочка была. Хорошая девочка была. Хорошая девочка, да. И вот как худеть? Вот вдруг резко поменяли свой рацион, резко поменяли свое питание. Сначала я сидела на кремлевской диете. Это что такое? Ну, это белки, мясо. Ну, в основном белки. Крупы не употребляются, жиры не употребляются. Хлеб там сладкое. Вот. Бальная, вообще бальная система. А потом результат приходил медленно, а мне же нужно все сразу. И я решила просто отказаться от еды. Я начала есть только семечки, орешки, чай, кофе и все. Но сначала организм бунтовал, кушать-то хотелось? Ну, конечно, хотелось. Но я забивала его водой в основном. И результат вам нравилась? Ваша худоба? Вы смотрели на себя в зеркало, не знаю, в каждом сантиметре тела видели жир? Сначала, когда до похудения, да, я везде видела, что у меня вот жир, вот у меня тут висит, вот у меня тут ляжки, у меня тут щеки. А потом, когда я начала худеть, у меня даже появился какой-то эффект эйфории. Ну, то есть ты худеешь, ты смотришь, тебе нравится, ну, и становиться ты уже не можешь. А жизненные силы уходят? Просто их меньше? Ну, сначала нет. Сначала никакого упадка сил я не чувствовала. Наоборот, была радость, ну, какое-то приподнятое состояние духа. А потом уже, когда ты уже долго сидишь, ну, не поступает в организм никаких питательных веществ, тогда уже, да, уже начинают проблемы со здоровьем. Кружится голова, болеет голова, просто сил нет. Вот смотрите, то есть говорят, или я диету, или диета меня. Получилось, что диета победила вас. Когда вы поняли, что вы страдаете, вы болеете, что это уже эйфория проходит? Ну, поняла я это, когда попыталась обратно вести какой-то рацион, ну, начинать и есть как-то. Сказала себе, стоп, нужно есть. Попыталась что-то в себя затолкнуть, но организм мой уже не воспринимал ничего. То есть я поем, у меня... Рвота, грубо говоря. И не хотелось есть? Не хотелось, потому что, ну, мучения такие, то есть ты ешь, и тебя обратно все выворачивает, ну, то есть ничего хорошего. Ужас. Замкнутый круг получается? Порочный круг. Как ваша семья? Мама, не знаю, вот, например, ну, конечно, мама, самый святой родной человек. Она страдала, она была вашим союзником? Мама, конечно, страдала, но, знаете, я такой человек, что если я поставлю перед собой цель, я обязательно ее добьюсь. Ну, тогда, ну, как-то не обращала внимания на все это. Я, когда мне говорили, Наташа, тебе нужно поправиться, тебе нужно кушать, я думала, что это у вас какие-то проблемы, у меня-то все хорошо. То есть мама всегда была с вами? Мама всегда ругала, но в то же время меня поддерживала. До какого, скажем так, минимума вы дохудели? Сколько килограмм было? Когда я попала в Москву, я была 23 килограмма. Ужас. А как в Москву попали и куда попали? Попала я в Москву на передачу «Морское женское» с Александром Гордоном. Ну, получилось вообще случайно. Я обратилась к доктору Цикалини Башко, к моему диетологу, и она написала про меня статью «Морскую правду». А эту статью опубликовали в интернете, и ее прочитал просто корреспондент с Первого канала «Рахир». То есть благодаря журналистам, можно так сказать. Да, благодаря журналистам. Вот они позвонили и пригласили меня на передачу, долго уговаривали. Я очень не хотела ехать, позориться, как я думала, на всю страну. Ну, а потом я просто поняла, что выхода нет. Что выхода нет, это мой последний шанс. И после этой программы вы лечили в столичных клиниках? Да, я лежала в медицине катастроф в Склифе, потом лежала в Европейском медицинском центре и в 14-й городской больнице в городе Москва. Даже в медицине катастроф, то есть уже катастрофа была в организме? Да, то есть показатели жизни были на нуле, и меня просто спасали, вытягивали, потому что никто не верил, что я выживу. Наташа, а честно, были такие минуты, когда вы понимали, что можете погибнуть? Ну, конечно, были. И в принципе, в какой-то степени я уже настолько от этого устала, что даже хотела. То есть устали от этой жизни, от этого состояния, и что уже хотелось, чтобы все закончилось? А когда поняли, что вы побеждаете болезнь, что пришло понимание, сами это увидели, почувствовали? Ну, в Москве, когда я лежала в GMC, в Европейском медицинском центре, со мной работали психологи, психотерапевты, они очень подняли мой настрой, мою самооценку. И когда я уже видела, что я начинаю прибавлять вес, и мне начинают появляться силы, радость какая-то, и раньше я даже улыбаться не могла. Вот. И просто я воспрела духа, можно так сказать. Я поняла, что все возможно. Сколько сегодня у вас килограмм? 33. То есть вы добавили 10 килограмм веса? Ну, это победа. Это большая победа. Ну, и дальше до каких, не знаю, как природа? Вот как дала природа, такое и будете. На самом деле с природой не поспоришь. Вот как оно есть, так оно и будет. Вот. Бесполезно что-то там пытаться похудеть, потолстеть. Вот сколько надо, столько и есть. Ну, миллионы диет, миллионы худеют. Ну, как бы, наверное, без фанатизма во всем деле. На самом деле без фанатизма, потому что организм, он же тоже не дурной. Он потом отомстит и очень жестоко отомстит. Говорят, что бывших анорексичек не бывает. Я такое слышал. Как и алкоголизм. Болезнь ждет, и она коварная. Вы согласны с этим? Я согласна с этим, и поэтому я не перестаю общаться со своими психологами, психотерапевтами по скайпу, по телефону. То есть я понимаю, что я только на самом начальном пути. То есть мне лечится как минимум еще год. Вообще анорексия лечится не год, не месяц, не два. Она лечится годами. Но сегодня приходят дурные мысли в голову? Опять я возьму горсть орешек, кусочек сыра вместо тарелки супа или нет? Когда приходят такие мысли, я просто смотрю на фотографии моей мамы. Я просто ей звоню и общаюсь. То есть она меня поддерживает, и у меня эти мысли сразу отпадают. Потому что я помню, какие я страдания приносила своей семье. То есть больше такого не хочу. А то есть главное как бы не причинить боль своим близким сегодня для вас такой? И это тоже, и себе в первую очередь. Потому что организм, ну как бы, необратимые процессы все равно начались. Но восстанавливаюсь потихоньку. Вы молоды, еще есть резервы, я думаю, все получится. А какой у вас был минимальный рацион? Вот в пик вашей... Ну это в основном жидкость, чай, кофе, вода, сок томатный возможно, орешки, семечки. Ну и кусочек сыра, пару кусочков сыра, все. А мясо, там супчик, что-нибудь такое, рыба? Нет, никогда. Это вообще исключено. И сколько времени вы вот так жили на орешках и семечках? Ну около четырех лет. А сегодня ваш рацион? Ну сегодня на завтрак полноценный рацион, это обязательно каша на молоке с маслом. В обед я обязательно ем жидкое что-то второе, ну суп там, сладкое, чай с чем-то пью. На ужин это могут быть тушеные овощи, там, или курица отправная салатом. То есть еда как бы... Нормальная, да, и порции, ну не маленькие, но обычные порции. А вы ловите сегодня на себе какие-то взгляды, не знаю, ну вот народ рассматривает, что там худенькая девочка идет как-то там? Конечно, ну неприятно, но я к этому уже привыкла. Ну с другой стороны, от чего стесняться? Ну вот у кого-то язва, у кого-то стенокардия, у кого-то там алкоголизм, а у вас анорексия, поэтому так. Болезнь, наверное, купленная по-своему за собственные деньги, но... Наташ, ну к сожалению, вы не последняя в этой беде по имени анорексия, и сегодня нашу программу наверняка смотрят девчонки, женщины, которые мечтают или уже худеют. Что бы вы им сказали, пройдя все круги этого ада? Я скажу, что нужно любить себя в первую очередь, вы такие, какие вы есть, вы у себя одна, поймите это, и все, что нужно, диета, они вам счастье не принесут. Главное любить себя и верить в себя. Чтобы, наверное, кто-то был рядом и тебя любил, и... Ну главное, полюбишь себя, потом тебя будут любить и остальные, на самом деле. То есть счастье не в диетах? Нет, на самом деле не в диетах. Это были простые вопросы для Натальи Булановой. Всем добра и здоровья, живите долго и помните, что лучше кататься по волнам, чем биться о скалы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова